Дай почитать. Основная история в книге – это история с двойным убийством. Убили женщину и попугая. Потом история картины, герои которой волк и пастушка обсуждают жителей дома. Волк рассказывает истории пастушки, а потом куча героев в книге рассказывают какие-то истории друг другу, и в итоге ты, несчастный читатель, уже не знаешь, что ты читаешь, кто говорит и вообще, что происходит. Знаете, в этом детективе на десяти страницах обсуждается, например, латинская аббревиатура, чтение Вергилия и других античных поэтов. А может, в 21 веке это кого-то и должно впечатлить, но как-то и многослойность текста не впечатляет. Глагол, наиболее часто повторяющийся в автопортрете с устрицей в кармане, сказал или сказала. Ну, действительно, зачем он заморачиваться всякими синонимами? Заметил, удивился, подумал. В романе около пяти постмодернистских слоев, но больше всего запоминается детективная линия в стиле Агаты Кристи и Эдгара По. Та самая линия, где в убийстве хозяйки и ее чрезмерно болтливого попугая подозреваются все гости и жители усадьбы. Детектив убийства в провинциальном английском городке, камерной, атмосфера максимально уютная и теплая. Это большая находка для любителей сериала про Эркюля Пуаро. Да и какие знакомые герои – горничная, садовник, векарь в библиотеке, какой-то заблудший странный тип, которого почему-то приютили в этом доме. Идеальный круг подозреваемых. Ну, как уже говорилось, второй слой – старинная картина над столиком в галерее. Волк и пастушка. Ну, и безусловным плюсом стало изображение атмосферы. Сатир с Сорокой, разговоры, бесконечные, нескончаемые разговоры. Любители детективов такого плана не будут разочарованы. Шмараков написал, по сути, книгу как приглашение, книгу как исследование. Давайте поговорим. Хотите, поинтерпретируем. Своеобразенный юмор автора. Что ж, подведем итог, почитаем, посмотрим, составим собственное мнение. 16+. Это и многие другие книги вы сможете найти в магазинах «Читай город» по адресам. Преображенская, 65, Ленина, 103А, Луганская, 53 и Волкова, 6А. До новых встреч! Дай почитать!